МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда мы думаем об Англии, первое, что приходит в голову – знаменитые английские традиции. В бурном водовороте культур, стилей и влияний незыблемыми твердынями остаются пресловутый английский чай, пабы «Королева» и смена караула ее шотландских гвардейцев. В моде же такими твердынями являются дизайнеры с историей – Пол Смит, Вивьен Вествуд и Дом Бербери. Эти имена уже давно записали во все учебники по британской моде. И несмотря на свою статусность, они продолжают быть актуальными. Пол Смит не произвел в моде никаких революций. Зато ему удалось сделать настоящую экспансию британского стиля по всему миру. Прославил его обычный костюм, который Пол Смит видоизменил с присущей ему британской иронией. Идите, что это успел. Многие молодые люди, кто-то излучают, петь какой-то революции. Важно, если вы думаете, путь в революции отбелит все время. Для мужчин, особенно, очень молодые мужчины, 14-18 лет, не могут быть в революции. Это новое для них. И, как их родители начали воритетные вещи, это реакция против родителей. Это очень много, что ты obserвал в революции. Лучше всего одежда Пола Смита продается в Азии. Тем не менее, его показ во время лондонской недели моды считают должным посетить все приезжие редакторы и гости. Все-таки старина Пол – настоящая легенда, и пропускать его шоу не хочется никому. Еще одно классическое достояние Британии – это, безусловно, дом Бёрбери. Основанный в 1856 году, он в буквальном смысле слова является синонимом всего британского. Главная и самая узнаваемая вещь от Бёрбери – это тренч, который просто незаменим в переменчивом британском климате. Сегодня без него не обходятся миллионы людей по всему миру. Наконец-то у британцев есть глобальный бренд, который может достойно представлять страну на высшем уровне, соревнуясь с такими гигантами, как Шанель, Ральф Лорен и Прада. За последние десятилетия дом Бёрбери пережил настоящую революцию. Творческий гений-дизайнера Кристофера Бейли помог легендарной марке обрести новый статус. Не просто всемирно известного бренда, а глобальной компанией. Сегодня на показе этой марки за честь появится любой знаменитости. Даже такому антигламурному актеру, как сэру Бену Кингсли. Что Бёрбери значит для Великобритании? Уверенность. Когда ты надеваешь одежду от Бёрбери, ты чувствуешь себя уверенно. Они пригласили меня на свой показ, поскольку в последние несколько лет я очень часто ношу одежду Бёрбери на кинопремьеры и красные дорожки. Лицо компании сегодня – актриса и модель Роузи Хантингтон-Уайтли, сыгравшая главную женскую роль в третьей части фильма «Трансформер». Изображением Роузи в новой рекламе духов на время показа заклеили весь город. Чего не сделаешь ради сотни гостей, специально съехавшихся в Лондон на шоу дома. А еще в доме Бёрбери совершили технологическую революцию. Каждый показ марки сопровождается глобальной активностью в интернете. Последнее, что здесь придумали – провести показ в микроблоге Твиттер. Кристос – огромная коллекция! Техноком recognition es очень сложно. И это было очень трудно, чтобы выяснить, что там, где мы... Это прекрасная коллекция! Спасибо, спасибо! Я думаю, что это было очень трудно. Да, это было. Потому что мы использовали много артизанных сил и качеств, и я любил эту отличие от этих красивых сил, которые использовали руки, эти руководственные вещи, руководство, руководство, но это отличие от скорости технологии. И это была целая история шоу, проживая эти силы с аутентицией. Продвинутые британские дизайнеры привлекают к себе не меньше внимания, чем гигант Бёрбери. На показы Джайлза Дикона мечтают попасть в все лондонские модники. Особенностью всех его шоу является сногсшибательный модельный кастинг. Для его показов модели остаются в Лондоне специально. Кармен Касс и Дудсен Крёс в мире моды считаются одними из самых успешных девушек. Да и мало кто скажет, что их лица не выглядят знакомыми. Я хочу быть здесь, конечно. Я хочу быть здесь, конечно. Я хочу быть здесь. И так далее. Они у них хорошие персонажи. И они выглядят невероятно. Спортивный стиль. Предстоящие Олимпийские игры в Лондоне дадут о себе знать. Я думаю, что спорт будет очень популярным. Ну, у нас есть год до Олимпийских в Лондоне, поэтому я думаю, что это очень влияет. Спортивные мотивы стали главной темой на показе марки Топ-шоп. И что ни говори, но даже масс-маркет-бренды, такие как этот, в Британии обладают особым характером. Владелец компании Топ-шоп, сэр Филип Грин, делает все, чтобы именно его компания была известна как законодатель трендов в уличной моде. За помощью обращается и к самым известным британским дизайнерам, и к супермоделям. Конечно. И почему это так? Ну, это наш работа. Это то, что мы пытаемся сделать. Мы пытаемся решить тренды, вместо того, чтобы следить. У нас есть 50 дизайнеров, которые работают, развиваются все время. Да. Да. Что же вам особенно понравилось в этой коллекции? Конечно. Для очевидных причин. Потому что она недавно умерла. Она как стиль-икон сезона. И все думают о ней снова. Но я люблю, что они сделали очень модернный тейк на это, вместо того, чтобы просто вернуться к 50-60-х годов. И я люблю, что они всегда делают как-то молодое ощущение на темы, которые проходят через шоу. Еще одна важная тенденция в Лондоне – блестящая одежда. И если у одних дизайнеров она всего лишь элемент, то у других – главная составляющая их марки. Уроженец Индии Ашиш Гупта из пайеток сделал настоящий культ. И поверьте, многим это сильно нравится. Для всех он делает. Я думаю, что мои любимые вещи для меня для стейка для тех, которые он делает очень простые баллесы, так как с шоу-лайн-секуин, с шоу-лайн-дрессами. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Какие основные тренды в этой улице? У меня много головы, много платформы, и много секунды. Это то, что я видел. Но Лондон очень хорошо, потому что он очень скрыт. Вы можете надеть что-то, и все хорошо. Такая одежда может стоить намного дешевле. Наша героиня Кармен Хейт специализируется на продаже уникальных винтажных платьев в интернете. Ее компания Atelier Mayer доставляет старинные вещи в любой уголок планеты. В Австрии откуда вы родом? Культура моды развита не так сильно, как в Великобритании или Франции. Это очень интересно. В Австрии, Италии, и в Спании культура, где винтаж, не действительно там. Люди думают, что если вы виноватся, вы не сможете купить новые платья, вы должны быть плохими. Вы должны быть плохими. Да, это очень интересный подход. Но я думаю, что виноватся виноватся. Виноватся виноватся. Потому что если вы виноватся в социальной диаре, вы выходите на партии, вы хотите выглядеть другими. Я так obsessed с виноватся. Я думаю, что это традиционно что они любят эксперимент с их платья. Они не боятся. Так же, как традиционно они в одном смысле. Как вы думаете, каким будет отношение к винтажу через десять лет? Наверняка же оно изменится. Я думаю, что это название «лакшири» будет изменять. Будет изменять для чего-то более личное, более бесполезное. Луи-Витон, я просто показываю это как пример, но, в факт, это очень масса. И кто эти дизайнеры? Что они должны начинать собрать? Я думаю, что если вы начинаете собрать Джон Гальяно, если вы собрать Александра Маккуин, то, конечно, в 20-х годах это будет витаж, это будет очень собрать. Александр Маккуин и Джон Гальяно были самыми яркими именами в британской моде последних 20 лет. Каждая их коллекция была вызовом существующему порядку, настоящим заявлением и объектом желания. На счету этих двух дизайнеров самые запоминающиеся образы, которые было невозможно скопировать, настолько они были гениальны. Сегодня место таких революционеров-первооткрывателей в британской моде пустует. Коллекции, которые мы видим в Лондоне, профессиональны и безукоризненны с точки зрения стиля и идей, но в них нет того вызова и нонконформизма, на котором сделали себе славу все легенды британской модной индустрии. Весь мир моды ждет появления нового мессии британского стиля. За кем же будет следующая революция? Возвращаемся к했습니다. В отсутствии других diseней Т Davidson-플로 white газные Дwrд-вот Неплот Выс nome А ваш груз 코 Хв Т Продолжение следует...